Друзья, это кулинарное шоу Кухня Фуд Сити. Меня зовут Илья Лазерсон. Помните, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию? Представлялся царь. Он говорил, очень приятно царь. Я сегодня ему тоже могу сказать, очень приятно царь Лазерсон. Царь, потому что я нахожусь в царстве продуктов и еды. Фуд Сити это абсолютное царство, где есть все. Поэтому ты себя здесь чувствуешь волшебником, который тоже может все сделать, любую еду. Так что царь, волшебник, даже не знаю, что лучше. Я сегодня приготовлю утку в соусе из инжира. Почему это так? Потому что инжир это сезонный продукт. Я выберу наш отечественный инжир, который созрел у нас. Ну а пока главный продукт все-таки утка. Я лично очень люблю утку. Я думаю, что вы тоже. Сейчас я буду покупать утку. А помимо утки мне понадобится еще инжир, апельсин, виноград, сливочное масло. Инжир будет главным, а виноград и апельсин только подчеркнут мне утку. Так что продукты абсолютно доступные, их немного, и мы принимаемся за покупку утки. Вот я вижу, окорочка утки есть, так сказать, запчасти есть. Потому что я могу, конечно, целую утку взять. Но лучше готовить что-то одно. Либо грудки, либо окорочка. Потому что время приготовления разное, ребята. Здравствуйте. Можно мне половинку окорочка? Я шучу. Четыре штуки. Что чаще у вас покупают? Окорочка или грудки? Чаще берут окорочок. Окорочка? Да. В нашей стране, видите, ребята, чай любит больше окорочка. Поэтому я правильно сделал выбор, что покажу вам сегодня окорочка, а не грудку. Грудки у меня, видите, нету. Не выросло еще. Ну вот, окорочка у меня есть. Я даже не сомневался, что я их мгновенно найду. Вот здесь ряды, огромные ряды. И мясо, и птица. Птица, какая хочешь. Даже вот посмотрите. Суповые курочки есть. Мало того, что есть бройлеры, домашние бройлеры, фабричные бройлеры. Вот посмотрите на эту индейку, да, огромную. Посмотрите на эти целые тушки, на корнишоны, посмотрите. Перепелки здесь есть. Здесь есть абсолютно, ну, абсолютно вся птица. Все запчасти индейки здесь есть. Крылышки, кролик здесь есть. Ну, кролик не птица, но он относится чаще всего к этой категории продуктов. Поэтому вот даже яйца есть. Вот это кроличьи яйца, между прочим, новый продукт. Кролики стали нести яйца, вот они. Ну что ж, утка есть. Я иду дальше за инжиром, потому что это принципиальный компонент. Вот я у заветной цели, ребята, это инжир, вот который мне нужен. Вот я вот не хотел такой темный, я хотел вот светлый. Ну вот я к нему, душа моя лучше лежит. Да, я, значит, сейчас хотел бы вот этот инжир, этот инжир. Так, теперь мне нужно будет два апельсина. Мне как раз по концепции подойдет виноград вот такой вот загорелый, между черным и белым. Да, вот там мне этой веточки хватит. Можно еще одну положить там на всякий случай. Да, девушку, ну уж какую девушку встречу, виноградом угощу. Вдруг что-нибудь сложится у нас. Ну вот я еще, значит, жгучий перчик. Кинза. И петрушка вообще классная. Как будто бы она росла вместе со мной. Такая же молодая, блестящая, как моя лысина. В общем, шикарная петрушка. И вот теперь мы кладем все в пакет. И можно работать. Добрый день, я за маслом, за сливочным? Пожалуйста. Я хотел бы такого человеческого, домашнего. Сколько вам? Так мне надо вот 8 сантиметров. Если удлиненного, да. Так это сладко-сливочное или кисло-сливочное? Сливочное – это домашнее масло. Ребята, вот когда масло домашнее, оно чаще всего бывает сладко-сливочное. То есть, когда взбиваются, вынимают жир из свежих сливок. Называется сладко-сливочное масло. Когда кислые сливки, это уже будет кисло-сливочное масло. Ну, они все хороши, но сладко-сливочное, оно для меня более домашнее, чем кисло-сливочное. Да. Вот, так что, видите, его часто хранят в воде. Потому что масло в холодной воде прекрасно лежит, охлаждается и остается твердым. Потому что на воздухе оно может сильно размягчаться. Это отрицательно влияет на качество масла. Поэтому в холодной воде, вот как здесь, видите, прекрасно, так сказать. Я в холодной воде тоже себя очень хорошо чувствую, не порчусь. Масло тоже не портится в холодной воде. Еще что, пожалуйста? А, собственно, все. Сегодня все. Я люблю ваши сыры, я все это знаю уже. Я с ними живу, с этими сырами. Они в моих мечтах живут, да. А сегодня только масло. Спасибо вам большое. Ну что ж, друзья, я на кухне. Утка в соусе из инжира. Помните все продукты, которые были куплены? Смотрите, я сейчас пока беру вот так вот виноград. Ну вот, мне винограда, может быть, и хватит этого, его много не надо. Я его подготовил. Вот, кстати, мой инжир. И вот апельсин. Я возьму апельсин, вот так вот прокатаю его. Сейчас я буду из него вынимать сок. Когда апельсин прокатываешь, он лучше отдает сок. Утка, кстати, очень хорошо взаимоотносится с апельсином тоже. И вот здесь у меня будет все. Инжир, виноград, апельсин. Такая троица, которая очень хороша к утке, между прочим. Я начинаю обжаривать утку. Ребята, без жира вообще, без масла. Потому что утка, кожа у нее достаточно жирная. Вот видите. Вот те самые четыре окорочка, которые я купил по-честному на Суть-Сити. И вот теперь мои инжиринки. Я сейчас буду срезать краешки. И вот так пополам. И могу добавлять к винограду. Инжир очень вкусно есть просто так, с сырами. Инжир можно запекать, кстати говоря, с сыром или без. В общем, это универсальная штука и фруктового типа, и закусочного типа абсолютно. Утку можно перевернуть. Вот как она, видите, жарится. Смотрите, что в сотейнике будет происходить. Я в сотейник сейчас наливаю апельсиновый сок. Видите, он нагрет уже. И видите, сразу сок закипает. И теперь сюда опускаю виноград и инжир. И моя задача все это разварить утка. Она обжарена. И теперь я ее отправляю в духовку, чтобы ее там доготовить. Вот я выкладываю утку. Кожа вверх, ребята, да, чтобы кожа немножко поджаривалась еще. И, так сказать, обеспечивала такую сочность и равномерность обжарки. Поэтому кожей наверх. Все, утка отправляется в предварительно разогретую духовку. Там у меня 180 градусов. То есть все будет происходить достаточно быстро. Вот утка. Вот посмотрите, что происходит у меня в сотейнике. Видите, в апельсиновом соке растушивается инжир и виноград. И для того, чтобы здесь все было таким более эмульсионным и таким более на языке долгоиграющим, вот смоточек сливочного масла хорошего. Помните, я при вас его тоже покупал. Вот сливочное масло сюда. И мы опять на несильное кипение все это поставим под крышку, чтобы здесь все растушивалось. Ну и, кстати говоря, подчеркнем немного солью. Все остальное здесь, как вы понимаете, сладкое. Смотрите, что я буду делать сейчас. Я беру вот так, отрезаю края у апельсина, чтобы он был устойчив на доске. Более аккуратно срежу вот так вот цедру. Пока оставлю вот здесь. Она мне пригодится. А теперь я буду более грубо вот так вот срезать кожицу, чтобы оголять дольки. Вот видите, что я делаю? И теперь я вот меньшеньким ножичком возьму и буду вот так вот вырезать дольки апельсином между пленкой. Видите, что я делаю? Вот видите, что я сделал? Вот такие апельсиновые филешки. А теперь смотрите, раз вот так вот и сюда. Вот уже видно, как растушивается, размягчается инжир. Виноград тоже взрывается немножко. Ну, он готовится, в общем. Возьму еще вот такие кругляшки сделаю из инжира. Посмотрите, какой у него красивый срез. И сейчас я еще займусь цедрой. Так вот длинной соломочкой нарежу. Нарежу вот так вот цедру. Вот это у меня будет тоже для декора. Весь декор у меня сейчас находится на этой тарелке. Ну и теперь смотрите, давайте посмотрим. Посмотрите, вот тут все становится все гуще и гуще у меня в сотейнике. Давайте сейчас я попробую ее. Очень здорово. Ну еще считаю до 10. Помогите мне, ребята, сосчитать до 10. Кто там у нас в среднюю школу недавно закончил? Умеете до 10 считать? Считаем до 10. Про себя считаем. Не надо считать вслух. Пока вы считаете. Я беру стакан блендера. И все, досчитали уже до 10, верно? Выключаю плиту. Она мне больше не нужна. И сейчас вот эту смесь превращу в такой хороший, такого эмульсионного типа соус. Блендер на мотор. Все заглушки на месте. Посмотрите, друзья. Я сейчас вам просто покажу, как на ложке ведет себя. Посмотрите, из-за сливочного масла, какая получилась эмульсионность. Посмотрите, я вам покажу вот так. Видите, густой пюреобразный соус. Я сейчас уже вот так его выкладываю для подачи. Пусть он немножко остынет. Ну вот, утка тем временем готова. Я ее приношу. Посмотрите на эту утку. Видите, бумага немножко подгорела, потому что у меня был включен верхний тен. Я сейчас положу окорочка, допустим, вот так. Вот так. Три окорочка. Один окорочок мы сэкономим. И спокойно себе нанесу вот так еще посерединке вот такие фрагменты соуса. Я не буду закрывать полностью утку, потому что нам надо оставить хрустящую поджаренную корочку. Поэтому мы соус вот так вот обозначим. Она сейчас снизу пропитается со стороны мякоти соусом, да? Теперь я вам говорил, что мы сделаем декор из инжира. Мы подчеркнем, что здесь есть у меня в соусе инжир. Мы подчеркнем, что у меня в соусе есть апельсин. Да, мы украсим это вот так апельсиновыми дольками. Они сочные, они блестящие долечки. И вместе с тем у нас все, так сказать, главный герой, я имею в виду утка, будет очень хорошо читаться в любом случае. И теперь, конечно, еще немножко апельсиновой цедры. Она нам придаст здесь такой, знаете, объем. Я петрушкой злоупотреблять не стану, чтобы она мне не закрыла все существующие здесь объекты. Вот теперь блюдо готово. Ну, понятное дело, что здесь есть соус, здесь есть утка, здесь есть маленький гарнир из инжира и апельсина. Если вы хотите более мощный гарнир, ну, сюда может пойти какой-нибудь рис, может быть, даже с изюмом еще сваренный. Картофельное пюре я бы не стал, гречку я бы не стал, может быть, кускус, кстати, сюда может вполне хорошо подойти, либо булгур. Так что с гарниром определяйте сами. А идею с соусом из инжира, сезонным соусом. Я вам показал, рынок Фудсити позволяет нам очень успешно отслеживать сезонность еды. Когда наступает сезон того или иного продукта, он, по сути, первым появляется на Фудсити. Потому что отсюда он уже может расходиться на другие рынки. Поэтому здесь дешевле всегда, чем в других местах. Так что давайте выпьем за сезонность продуктов, давайте выпьем за утку. Готовьте утку вашим курицам. Пока, до встречи на этой кухне. Субтитры создавал DimaTorzok